С вами Николай Пимненко в проекте ДАТА. Сегодня 5 ноября. День военного разведчика в России. В 1918 году было создано регистрационное управление полевого штаба Красной Армии. Считается, что оно стало прототипом ныне действующего центрального органа военной разведки Главного разведывательного управления, то бишь ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил России. У родившихся в 1878 год в этот мир приходит Кузьма Петро Воткин, художник-автор хрестоматийного купания красного коня, играющий мальчики черемуха в стакане. В свои картины художник внедрил принцип трехцветия – красный, желтый, синий. В 1913 году рождается Вивьен Ли, Вивиан Мэри Хартли, англо-американская актриса, обладательница Оскара. А в 1934 году рождается Кира Муратова, украинский и российский кинорежиссер, почетная премия на международном кинофестивале «Волокарно», российская премия «Триумф», государственная премия Украины. В 1952 году родился Олег Блохин, мастер спорта международного класса по футболу, бывший нападающий Киевского «Динамо» и сборной Советского Союза, обладатель золотого мяча как лучший футболист Европы 1975 года, двукратный обладатель Кубка Кубков, тренер, ну и, конечно же, просто звезда советского футбола. В 112 играх за сборную забил 44 мяча, в чемпионатах СССР в 432 матчах 211 мячей. Все это рекордное достижение в советском футболе. В 1959 году рождается Брайан Эдамс. Адамс – американский певец, композитор и актер, родом из Канады. Общепризнанный мастер лирических баллад, любитель выступать дуэтом и трио, ему принадлежит рекорд нахождения песни на первом месте в английском хит-параде. Песня, прозвучавшая в фильме «Робин Гуд» «Принц воров», удерживала его 16 недель в 1991 году. События дня. 1484 год. Папа римский Иннокентий VIII издает Булу против ведьм, которая положит начало массовым сожжениям на костре по всей Европе. 1714-й. Исаак Ньютон известил светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова об избрании того членом Лондонского королевского общества, как человека величайшей просвещенности и как верного помощника Петра I. Не только в правлении делами военными и гражданскими, но и прежде всего также и в распространении хороших книг и наук. У Меншикова действительно была огромная библиотека, однако историки склоняются к мнению, что читать он все-таки не умел, даже по-русски. До сих пор остается загадкой, за какие все-таки заслуги Меншикову достоился такой чести. Скорее всего, свою роль в этом сыграло английское купечество, с которым у князя были тесные связи. Светлейший стал первым российским академиком, опередив на три года самого Петра I, которого смогли избрать во французскую академию лишь в 1717 году. Избрание состоялось в июне, и утверждено это решение было аж в декабре. 1895 год. Джордж Селден получает патент на автомобиль. Он был юристом по образованию, заявку на патент составил таким образом, что под нее подходила практически любая конструкция самоходного экипажа. В заявлении значилось, что он изобрел безлошадный экипаж с легкими колесами и багажником, легкий в управлении, производящий достаточной энергии для своего передвижения. Тем временем Генри Форд атаковал патентную систему. В 1911 году он выиграл апелляцию по делу Селдена, отменил его патент и занял главенствующее положение в автоиндустрии, заставив целые поколения американцев считать изобретателем автомобиля не Джорджа Селдена, а его Генри Форда. 1929 год. Создается Интурист. Единственная в течение долгого времени в СССР туристическая организация. Иностранцев будут возить по строго определенным маршрутам. Гиды будут обязаны писать в НКВД, а потом в КГБ отчеты о поведении и разговорах своих подопечных. 1940 год. На президентских выборах в США демократ Рузвельт впервые в истории страны переизбирается на третий срок. Он набирает 449 голосов выборщиков против 82 голосов у республиканца Уэнделла Уилки. С 1958 года с конвейера белорусского автомобильного завода начинают сходить 25-тонные самосвалы. Сегодня БелАЗ один из крупнейших в мире и единственный в СНГ производитель карьерной техники. Всего за историю разработано более полутыщи модификаций карьерных самосвалов, а их грузоподъемность от 27 до 360 тонн. Они были отправлены в более чем 70 стран мира. Заводу принадлежит около 30% мирового рынка карьерных самосвалов. Он входит в число 7 ведущих мировых концернов по производству специальной карьерной техники. 5 ноября 1967 года в канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции Государственной комиссии был подписан акт о вводе новой телевизионной башни в эксплуатацию. Дата подписания считается днем рождения Останкинской телевизионной башни. 1999 год. Российские исследователи из Московской лаборатории глубоководных обитаемых аппаратов предпринимают экспедицию к легендарному Титанику. Им удается выяснить, что металл корабля за время пребывания под водой стал весьма хрупким и лет через 20 может рассыпаться в прах. Находят подтверждение предполагаемой причины катастрофы. Им стал все-таки айсберг. Ученые с гордостью констатируют, что только у них есть используемая для таких погружений аппаратура, заметив при этом, что желающих посмотреть на пресловутые обломки немало, несмотря на приличную стоимость погружения 35 тысяч долларов. И еще об одном событии. В 1938 году появляется на свет Джо Дассен, французский певец, композитор и музыкант. Еще в студенческие годы он обращается к музыке и с другом поет под гитару. В 20 лет Джо пишет несколько песен к фильму «Отца. Закон». Диск «Сорокопятка» с саундтреком выходит на следующий год. Но в тот период Джо еще не воспринимает музыку всерьез. Он заканчивает диссертацию по этнологии и возвращается в Европу. Там он подрабатывает то ассистентом на съемках у своего отца, то ведущим, то журналистом плейбоя. Настоящий успех в музыке ему помогает приобрести первая жена Морис, которая в качестве сюрприза к 26-летию Джо решила записать его любительские песни на гибкий диск в звукозаписывающей студии CBS. Коллектив студии, оценив талант певца, уговаривает Джо подписать контракт. После нескольких провальных дисков в конце 1966 года его песня, вернее песня в его исполнении, наконец-то становится хитом. В следующие годы популярность Дассена стремительно растет. Его неповторимый вокал и песни делают певца известным во всех концах земного шара. Но жизнь певца обрывается рано. 20 августа 1980 года на Таити. Он скончался от сердечного приступа. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.